Итак, друзья, Kia Rio X 2021 модельного года. Кроссовер это или все-таки хэтчбэк? Ну, смотрите, если сравнивать с той же Маздой, с тем, насколько этот автомобиль высок от поверхности асфальта, Rio X, конечно же, кроссовер. Но все-таки, как по мне, чуть-чуть не дотягивает до этого показателя. Это полноценный хэтч с заявкой на кроссовер. Красавец! По заявлению производителей, в топовой комплектации премиум и на 16 дисках и 16 резине автомобиль имеет клиренс 195 мм. Вот эта комплектация престиж и клиренс этого автомобиля далеко не 195 мм. Мы его с вами по всем поверхностям, сзади, спереди, с боков в этом ролике замерим дальномером. Помимо этого, я вам расскажу о том, как действует кнопка SOS, с кем она связывается и как общаться с этим кем, с кем вы свяжетесь. Также мы поговорим о путешествиях на этом автомобиле, комфортно ли спать, разложив задний ряд сидений, и какого роста должен быть человек, чтобы полностью вытянуться во время отдыха. Мы с вами загрузим автомобиль чемоданами, а также поговорим про некоторые мелочи, такие как подогрев форсунок, в каких комплектациях этот подогрев присутствует, ну и еще несколько очень важных нюансов. Итак, поехали! Друзья, для сравнения, портовая навигационная система работает на Google картах и навигатор, который установлен в телефоне, Яндекс. Можете сравнить и пользоваться тем, что вам удобнее. Ну, друзья, посмотрите, если телефон подключен к навигационной системе по кабелю, и на телефоне отключить распознавание места, GPS, то посмотрите, что произойдет. Видите? Сигнал GPS потерян. У него, ну, судя по всему, нет собственного GPS-модуля, и он работает только от телефона, на котором установлено приложение Android Auto. Ну, по крайней мере, я пока не смог найти в портовой системе, навигационной, вот, собственную систему, которая могла бы без телефона работать и вас куда-то везти. Ну, вот, пока так. Вот, друзья, посмотрите, приложение Android Auto. Вот мы его активировали. Чтобы использовать Google карты, то есть навигационную систему автомобиля, необходимо включить геолокацию. Так, давайте мы ее сейчас включим, и рассчитываю на то, что все появится на бортовой системе навигационной автомобиля. Ну, появится обратно карта. Итак. Да, карта появилась. То есть, все-таки, навигационная система автомобиля использует GPS-модуль телефона. Они работают в паре. Ну, вот сейчас, когда карта есть уже на автомобиле, телефону можно пользоваться там по своему усмотрению. То есть, вы, в принципе, можете выйти здесь отовсюду и пользоваться, ну, телефоном, или можете даже играть на нем. Навигационная система будет работать, пока к ней подключен телефон по кабелю. Бортовой компьютер прекрасно поддерживает приложение Spotify. Ни одного сбоя не было практически на протяжении всей дороги. Ну, понятно, интернет более-менее неплохой. Звучит все здорово. Расход топлива на скорости 120 км в час при трех пассажирах и примерно 50 кг вещей 5,9 литра. При 105-107 км в час расход 5,8. По поводу подогрева форсунок омывателя. Форсунки с подогревом в KIO Rio X в 2021 модельном году устанавливаются на версию Prestige и Premium. Это версия Prestige. Вот, посмотрите, кабель, который идет на подогрев форсунок. И вот, собственно, трубка, по которой подается жидкость. Давайте поближе рассмотрим. Видите, в решетке вот такой зеленый уплотнитель. Это как раз уплотнитель электрокабеля. И рядом трубка, по которой подается жидкость. Как работает подогрев? Он работает не от кнопки подогрева лобового стекла. Он работает от датчика температуры снаружи, температуры окружающей среды. Как только температура ниже плюс 5 градусов, включается подогрев. Как только температура достигает 10 градусов, подогрев выключается. Соответственно, если не исправен датчик наружной температуры, барахлит, не показывает значение вам на приборной панели. Соответственно, и подогрев тоже работать не будет. Страница 114 мануала. Его можно свободно скачать в интернете. Там все про это сказано. Подогрева зоны покоя дворников нет. Ни справа, ни слева. Посмотрите, в зоне покоя стеклоочистители не встречаются с тречным потоком воздуха. С этой точки зрения аэродинамика Kia Rio X продумана очень хорошо. Давайте посмотрим на решетку радиатора, которая под капотом между фарами. Сота этой решетки, ну, наверное, с ноготь пальца. Но, тем не менее, мы поставили вот эту защитную сетку от мух. А вот нижняя, которая между противотуманками, имеет очень крупную соту. Смотрите, здесь, наверное, два пальца точно. И вот эти вот дорожные камни, а как известно, они как пули просто летят, могут повредить соты радиатора. Поэтому вот здесь, вот эта металлическая, ну, иногда ее пластиковой делают, металлическая вот эта вот сеточка, обязательно. Самая выступающая часть кормы автомобиля, это вот эта вот нижняя губа. И очень удачно сделана камера, она видит край бампера. Сейчас мы на это с вами посмотрим. Поэтому вы можете подъезжать к препятствию практически вплотную, и вы будете его видеть. Включаем заднюю передачу и видим в камеру вот эта линия бампера. То есть вы можете подъезжать к препятствию очень-очень близко. Это особенно важно при парковке в городских условиях. Итак, давайте подъедем к воротам практически вплотную. Видите, вот бампер, вот, собственно, ворота. И сейчас мы с вами посмотрим, насколько мы близко подъехали. Ну вот, практически, я думаю, 5 сантиметров осталось. Друзья, ну, вы видите, да? То есть расстояние практически нулевое. Вот так с помощью камеры можно подъехать к препятствию. Вы всегда будете видеть вот эту линию бампера. Давайте теперь померяем реальный клиренс. Мы специально принесли бордюрный камень. Он по высоте 18 сантиметров. Это средняя высота установки бордюрных камней в городах. Есть, конечно же, ниже, есть выше, но это средний показатель. Так что вы можете при парковке заезжать немного на бордюрный камень, но не дальше. Итак, самая выступающая часть бампера, передняя губа, расстояние от асфальта. Почти 25 сантиметров. Но это не самая нижняя часть. Самая нижняя часть это под металлической защитой двигателя. Сейчас мы это расстояние померяем. Итак. Кио Рио Икс. Комплектация Престиж на 15 дисках. 18,3 сантиметра. Самая нижняя точка передней части автомобиля. Сзади самая нижняя часть это кронштейны амортизатора. 17,6 сантиметра. Но считается, что клиренс по ним не меряется. Самая нижняя часть это выхлопная труба, но она имеет определенный ход. Поэтому мы сейчас померяем клиренс по балке или бензобака. Они на одинаковом уровне. Самая нижняя часть задней части автомобиля это выхлопная труба. Но она имеет вот такой ход. Поэтому если вы заденете ей о препятствии, она уйдет наверх. Меряем клиренс между асфальтом и балкой или бензобаком. Они на одинаковом уровне. Итак, 23 сантиметра почти. Выходит, самая нижняя часть это защита двигателя. Это 18,5 сантиметров. Вот так вот выглядит средний бордюр, если подъехать к нему вплотную. Но лучше, конечно, этого не делать. Перестраховаться. Иначе можно поцарапать нижнюю часть бампера. По поводу вместительности. Вот сейчас переднее пассажирское сидение отрегулировано под мой рост. Метр 83. Давайте посмотрим, насколько будет комфортно пассажирам на заднем ряде сидений. Вполне комфортно. Несколько сантиметров до задней части переднего сидения, до спинки. Тем более спинка мягкая. Поэтому тем, кто будет сидеть сзади, вполне комфортно. По поводу высоты потолков. Для моего роста высота потолков вполне комфортная. Пятый пассажир. Если он будет сидеть вот здесь посередине, то места для него, для ног, достаточно. Посмотрите. Совсем невысокий вот этот тоннель. Конструкторам удалось его опустить максимально. Но ступни нужно будет развести в стороны, чтобы здесь комфортно находиться. Итак, а теперь давайте нажмем на кнопку SOS и дождемся ответа оператора. Уж очень интересно, как это работает. По крайней мере, будем знать. Осуществление экстренного вызова. Для отмены вызова повторно нажмите кнопку экстренного вызова. Передача информации о машине. Подключение к оператору экстренной службы. Оператор системы AeroGlona слушаю вы. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас просто в машине не работает SOS-тест. Написано неактивно. Мы хотели посмотреть, как это работает. В общем, работает. Система работает. Слышно вас хорошо. Благодарим. У нас, в принципе, все нормально. А если что-то случается, мы вот можем так нажать на кнопку, и вы к нам вызовете соответствующего специалиста. Все верно. Понятно. Вы знаете, для чего предназначена система? Да, мы прочитали в инструкции, что это связь автоматическая в случае аварии. Или можно принудительно нажать, если, допустим, какие-то датчики не сработали, и сообщить о том, что авария, может быть, человеку плохо на дороге и так далее. Верно. Понятно. Большое спасибо. Как мне отключить систему? Вызов отклоняюсь. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Вот так, друзья, работает эта штука. У кнопки SOS есть своя собственная батарейка. Она будет работать в течение часа, если отключится основной источник питания, ну, то есть аккумуляторная батарея, например, при аварии. По мануалу следует эту батарейку менять каждые три года. В комплектации Prestige в стандарте 15-й диске с резиной Nexon. Устанавливается на конвейере вот такая резина. Типоразмер. 185 мм ширина протектора. 65% от 185 мм. Высота профиля. Ре-радиальная конструкция шины. 15 мм. Это посадочный диаметр шины на диск в дюймах. Расстояние вот отсюда, вот досюда, 15 дюймов. В машину можно заливать 92-й бензин. Даже есть соответствующее указание на лючке бензобака. 92-й бензин и выше. Можно ли спать во время путешествия в этой машине? Будет ли удобно? Давайте посмотрим. Удалим полочку. Временно ее разместим вот здесь. Откинем сиденье. Видите? Нет единого пола, да? В одной плоскости. Есть небольшой вот такой бордюр. Сантиметров, наверное, 7. Но давайте все равно посмотрим, смогу ли я здесь поместиться со своим ростом. Мой рост 183, я полностью не помещаюсь. Соответственно, нужно будет спать как-то вот так в раскорячку и что-то стелить вот здесь на бордюр. Потому что, конечно, неудобно. Ну, в целом нормально. Я думаю, что детки здесь свободно два человека поместятся. Итак, давайте посмотрим, как детки себя будут чувствовать. Ложись. Нормально? Ну да, но все равно нужно. Нужно что-то сюда стелить. Ноги будут провисать, будет некомфортно. А так вполне себе. Так что, друзья, при путешествиях, для того, чтобы поспать комфортно, вытянуть ноги в полный рост, отдыхающий может быть не более 145 сантиметров. Иначе придется ноги подгибать. И обязательно нужно что-то вот здесь настелить. Либо одеяло какое-то, либо подушку. Чтобы не было этой ступеньки. По вопросу вместительности багажа. Как известно, багажник здесь 390 литров. Не самый маленький, не самый большой. Давайте посмотрим, как сюда помещаются вещи. Итак, поместилось два большущих чемодана. И один маленький по размерам, который можно брать в самолет. Вот такой. Багажник при этом закрывается. Здесь все нормально. Ну и салон тоже свободен. Если откинуть сиденье, то, соответственно, здесь тоже можно что-то разместить. Агрегатура автомобиля хорошо сбалансирована. И двигатель, и коробка автомат, шестиступенчатый Типтроник, показали себя за долгие годы как очень надежные. Типтроник, как вы знаете, позволяет механически переключать передачи. То есть имитирует механическую коробку передачи. Когда вам это нужно. Например, для обгона с выездом на полосу встречного движения, при длительном подъеме или длительном спуске. Гарантия на агрегаты 5 лет или 150 тысяч километров. Приятным дополнением является то, что двигается подлокотник. Смотрите. Раз. И вы комфортно можете положить руку. Ну или наоборот, сделать его более коротким. Вот так, друзья. Надеюсь, информация была полезной. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. И всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.